Здравствуйте! В эфире канала Россия, итоговая информационная программа «События недели». Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч, из которых 22 тысячи – дети. Почтить их память собрались люди всех национальностей, представители городов и районов, а также делегации из Кавардино-Балкарии и других регионов. Траурный митинг начался с чтения Корана и совершения обряда дуа. Выступившие отметили, что необходимо помнить о трагических событиях 80-летней давности, сохранить память об этом дне, чтобы последующие поколения знали о страшных событиях прошлого и чтили память безвременно ушедших. Самое важное – рядом с нами живут люди старшего поколения, пережившие депортацию, которые родились в Средней Азии, в Казахстане. И именно они знают и передают будущим поколениям историческую правду о трагических событиях в судьбе карачаевского народа, берущих начало 2 ноября 1943 года. В этот день мы чтим светлую память всех погибших в годы депортации. И отдавая дань уважения жертвам той трагедии, желаю всем народам Карачаево-Черкесии и всей России мира и благополучия, добра и процветания. У каждой карачаевской семьи своя история. Но нет истории без воспоминаний о 14 годах депортации. Все эти годы непоколебимая вера в справедливость и любовь к своему Отечеству никогда не покидали наших земляков на чужбине. Это и помогло им выстоять. Какие-то дни народ и сверху донизу вдруг пронзает одна мысль, что на свете есть самые главные, самые базовые, самые основные ценности. Это земля, на которой ты живешь, твои предки и твое будущее, и твоих детей. Вот в этот день мы все об этом думаем, вспоминаем и думаем о том, чтобы в будущем никаких страшных катастроф с нашим народом больше не происходило. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу памяти жертв депортации карачаевского народа. Мурат Жантьёзов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. После в Черкесске представители органов власти, духовенства, общественных организаций республики вспоминали события 80-летней давности. Подробности у Али Баташева. На осеннее утро мы спим все, и вдруг такой жесткий стук в двери. Все проснулись, и дети старшие. А что делать? И тут же заходят в военной форме люди, говорят, все, одевайтесь, вы будете выселены отсюда. События 2 ноября 1943 года житель Черкеска Манав Баташаев запомнит на всю жизнь. В свои 6,5 лет он на своем опыте узнал, что такое депортация, когда в вагоне для скота принудительно и без объяснений отправляют на чужбину. А главными спутниками на протяжении всего пути являются страх неизвестности, холод и голод. Депортация отняла у Манава двух родных братьев и любимую бабушку. Мы все голодные, траву ели, вот люцерна, которая только начнет, она же свеженькая, родственник, мы ее ели, с удовольствием ели. Ели акацию, если она найдется, ели. Воспоминания о том, когда вокруг тебя умирают от голода и холода родственники, друзья и земляки, вызывают слезы у Манава Баташаева и многих карачаевцев, потерявших на чужбине своих близких из-за принудительного выселения. Со 2 по 22 ноября 1943 года с территории республики было выселено 68 614 человек, многие из которых остались навсегда в степях Средней Азии, Казахстана и Киргизии. Причины депортации – противодействие советской власти, бандитизм и пособничество немецким оккупационным властям. И это происходило в то время, когда 9 тысяч сынов Карачая отдали свои жизни в битве с фашистами. По погибшим на чужбине и полях сражений был совершен обряд дуа. По поручению главы Карачаева Черкесской республики Рашида Бориспивича Тимрезова, хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале и поблагодарить за активную гражданскую позицию, за то, что в сердцах своих храните память о тех далеких трагических событиях. 2 ноября 1943 года были депортированы карачаевцы, ставшие первым народом Советского Союза, подвергшимся насильственной депортации. Старики и женщины, безвинные дети были лишены права мирно созидать и воспитывать поколения на земле своих предков. Свою поддержку карачаевскому народу, преодолевшему тяготы депортации и сохранившему свой язык, традиции и культуру, высказали представители общественных организаций республики, органов государственной и исполнительной власти. Участникам мероприятия был показан документальный фильм студии ГТРК Карачаева Черкесия «Черный ноябрь 1943 года», а в фойе прошли выставки с уникальными фотографиями времен депортации и национального карачаевского костюма. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева Черкесия. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов с рабочей поездкой посетил Азербайджан, в ходе которой встретился с членами правительства республики. Обсудили вопросы расширения сотрудничества в социально-экономической сфере между Азербайджаном и Карачаевой Черкесией. Также Рашид Тимрезов встретился с председателем управления мусульман Кавказа Шейхули Слама Малахшу Кюрам Паша Заде. «Считаю, что духовная и просветительская деятельность управления мусульман Кавказа, которое возглавляет Аллах Шюк Кюр Паша Заде, взаимодействие с Координационным центром мусульман Северного Кавказа и с муфтиатами всей России, вносят огромный вклад в укрепление мира межнационального и межконфессионального согласия между нашими государствами и нашими народами», – отметил глава Карачаева Черкесии. Трудно переоценить тесное взаимодействие органов государственной власти и религиозных лидеров в вопросах противодействия различным проявлениям экстремизма. Велика роль духовных исламских лидеров в вопросах духовно-нравственного воспитания молодежи. В ходе встречи с Аллах Шюк Кюрам Паша Заде говорили о недопустимости любых проявлений ксенофобии, попыток внести разлад в межнациональное и межконфессиональное согласие между народами, отметили важность воспитания мусульманской молодежи на традиционных исламских ценностях, которые основаны на принципах добра и мира. Рашид Тимрезов поблагодарил уважаемого шейху Ли Слама за его личный вклад в укрепление мира, стабильности и укрепление межрелигиозных связей между мусульманами Кавказа, что особенно важно перед лицом современных глобальных вызовов. Карачаево-Черкесия стала соучастником видеоконференц-связи, после которой состоялось одновременное подключение газопроводам объектов в 18 регионах России. В нашей республике прошел запуск котельной Тибердинского национального парка. Газифицированы 10 многоквартирных и 8 частных жилых домов. Как отметил глава региона Рашид Тимрезов, это еще один шаг в рамках исполнения программы развития газоснабжения и газификации в направлении Тибердинского ущелья и курорта Дамбай. На мероприятии побывал Артур Мхце. Карачаево-Черкесия впервые принимала участие в столь масштабном мероприятии, когда в режиме видеоконференц-связи сразу в 18 регионах страны состоялось подключение объектов к газовым сетям. Телемост между Санкт-Петербургом, где проходит Международный газовый форум, и целым рядом краев, областей республик, позволил оценить значимость действа. Статистику привела руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Программа оказалась очень востребована. Она охватила практически всю Россию. На сегодня газовые сети подведены границам 750 тысяч участков. Почти 400 тысяч домовладений уже полностью подключены к газу. При этом глава государства поставил новую задачу, чтобы к газу были подключены не только жилые дома, но также все объекты социальной инфраструктуры. Реализация социально ориентированной программы идет полным ходом. В единый день торжественного запуска в Карачаево-Черкесии к газовым сетям подключена котельная Тибердинского национального парка. То, что сегодня Карачаево-Черкесия вошла в эти 18 регионов, где производится пуск природного газа, это для Карачаево-Черкесии очень важное событие. И особенно оно, конечно, важно для тех людей, которые будут сегодня и завтра пользоваться природным газом. Хотелось бы поблагодарить сотрудников «Газпрома» за такую проделанную работу. Это у нас уже третья котельная на территории города Тиберды. Две больших мы пустили в прошлом году. И благодаря этой работе качество жизни наших критителей значительно улучшится, улучшится экология. Все необходимые работы на котельной уже проведены. Запущенный газопровод позволяет использовать экологически чистый ресурс там, для сохранения природы в первозданном виде особенно необходимо. Ведь парк, как и газ, это национальное достояние. Выполненные работы позволили обеспечить отоплением и горячим водоснабжением несколько административно-бытовых объектов, визит в центр с музеем, а также малоэтажную жилую застройку. Благодаря вводу в эксплуатацию участка межпоселкового газопровода Тиберда-Дамбай стало возможным подключение трех котельных города Тиберда. Тем самым переход коммунально-бытового комплекса города-курота Тиберда на экологичное, более удобное, экономичное топливо завершен. Все объекты работают на газе. Помимо этого в городе стартует программа дегазификации, идет строительство распределительных сетей. Проект разбит на несколько этапов. В этом году реализуется первый, предусматривающий строительство 5 километров по четырем улицам. Разумеется, это лишь малая часть планов по дегазификации, которые будут реализованы в ближайшей перспективе. В целом же предполагается, что в регионе программа завершится лишь после того, как голубое топливо поступит во все строения, будь то жилые дома или объекты социального назначения. Артур Мухцелий, Бастанов, Вести, Карачао, Черкесия, Тиберда. Сейчас реклама, после продолжим. В Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральных и региональных проектов по различным направлениям. Преображение дворов и зон отдыха, капитальный ремонт образовательных учреждений и многих других. Какие-то из них в текущем году уже выполнены, остальные будут сданы в скором времени. Некоторые объекты в Карачаевске посетили руководители Республиканского народного собрания Александр Иванов и зампред правительства Евгений Гордиенко. Подробности в нашем сюжете. Парк, как излюбленное место проведения горожанами своего свободного времени. Таким виделся дизайнером «Зелёный остров Карачаевска» на момент подачи заявки на конкурс среди малых городов. Победа в нём позволила воплотить в реальность все задумки. На днях парк был сдан в эксплуатацию. А теперь посмотреть на выполненные в рамках национального и партийного проектов работы приехали руководители Регионального народного собрания Александр Иванов и зампред правительства Евгений Гордиенко. Комфортная городская среда. Этот проект выиграл конкурс среди малых городов. Он был отмечен вице-премьером Куснулиным как один из успешных проектов, которые реализованы в этой области. Ну и сами вы видите, что сегодня насколько преображается городская среда в городе Карачаевске. Людям можно комфортно находиться и заниматься досугом. Было предусмотрено государственное частное партнёрство. Государство со своей стороны предоставило финансовые средства для реализации этого парка. А частные инвесторы должны были здесь и кафе организовать, и места досуга. Сегодня мы видим, что это реализуется и в ближайшее время откроет двери для своих посетителей. Реализация данного проекта в первую очередь стала возможной благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской Республики. И вот сами видите уже окончательную реализацию. На самом деле данное место становится излюбленным для жителей и гостей города Карачаевска. Представители руководства республики осмотрели благоустроенную территорию и оценили качество выполненных работ, отметив важность участия Карачаева Черкесии в федеральных программах. Ведь это позволяет преобразить те объекты, которые необходимы для физического, образовательного и духовного развития населения. Так очередным местом посещения стала пятая школа Карачаевска, построенная почти сотню лет назад. У нас имеется два корпуса, но это основной корпус. Корпус этот, мощность школы, рассчитан где-то на 250 человек. Второй корпус на 200. И в общем оно составляет 450. Но в основном, в этом основном здании у нас запланировано и занимались пятые, одиннадцатые классы. А во втором корпусе это младшие школьники. В одном из корпусов занятия начнутся совсем скоро. В настоящее время подрядчики, можно сказать, наводят марафет. Собирают и устанавливают мебель в классах, проверяют готовность коммуникаций. Как отметили проверяющие, в Карачаево-Черкесии ежегодно удается капитально отремонтировать примерно по 25 образовательных организаций. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. В Карачаевском районе состоялось историко-просветительское и культурно-спортивное мероприятие Хасаука-2023, посвященное 195-летию вхождения Карачаев в состав России. В этот памятный день вспоминали и рассказывали историю Хасаукинского сражения. Студенты и все желающие участвовали в состязаниях и слушали старинные народные песни. Подробности расскажет Дарья Тендит. Хасаукинское сражение является значимым историческим событием, которое произошло 1 ноября 1828 года на территории Карачая. Битва стала решающей в истории сопротивления Карачая и России. Тогда завязался бой, который продолжался на протяжении 12 часов. Численность русских отрядов под командованием генерала Эммануэля составляла полторы тысячи человек. Численность же карачаевцев во главе с Исламом Крымшамхаловым около 500. Горские формирования потерпели поражение и отступили за перевал. В ходе переговоров руководителей с обеих сторон было принято решение положить конец кровопролитию и подписать мирный договор. В результате Карачай вошел в состав Российской империи. С тех пор почти 200 лет мы живем в мире и в здравии. Это была историческая необходимость. Это было поступательное движение истории. И дай Бог, чтобы больше ни с одним народом эти вещи не повторялись. В ходе памятного мероприятия у Стелла Хасаука ректор Качагу Таул Султан Узденов рассказал собравшимся о сражении, назвав его знаковым событием военной истории Кавказа XIX века. Символично, что в этот день, 4 ноября, наши предки подписали соглашение о вхождении Карачая в состав России. С тех пор Карачай в братском сотрудничестве народов Карачаева Черкесии, Кавказа в едином семье народов Российской Федерации развивается и созидает свое государство. Особенностью мирного договора было то, что Карачай Карачаевцы вошли в состав России как непокоренные со сводом дипломатических условий, учитывающих интересы обеих сторон. Люди, которые всегда к нам приходили, то ли перцы, то ли иранцы, то ли другие, они всегда покоряли нас, они грабили нас, уходили. Но Российская империя, когда сюда пришла, она просто расширила нами свои империи и добровольно, недобровольно, может быть, в какой-то принудительном порядке мы все вошли в состав России. Герои, павшие в неравной битве с могущественной империей, показали пример отчаянного мужества и беззаветной любви к своей родине. Поэтому Хасаука навсегда вписана в историю Карачая. Обряд Дуа по погибшим в сражении совершил рейс-имам Карачаевского района Ахмат Хаджи Урусов. Очень большой пример для вас, для молодежи. Вы наши будущие, вы наша надежда и опора. От вас будут выходить и профессора, и ученые, и доктора наук, и герои. И запомните, героями не рождаются, героями становятся. Этому способствуют вот такие мероприятия. Далее мероприятие продолжилось с соревнованиями по бегу по горной местности среди студенческих команд из секции альпинизма и горного туризма. Участники забега поднимались в гору почти на 4 километра до места финального сражения ополчения Карачая и войск Царской империи. Этот вид спорта требует от участников не только скорости, но и физической выносливости. Важно то, что исторические факты, они должны быть определены, и особенно это касается подрастающего поколения, чтобы помнили свою историю, знали. Кроме того, был проведен круглый стол, в рамках которого состоялось выступление ансамбля «Голу». Музыканты исполнили различные обрядовые, бытовые, лирические, карачаево-балкарские мелодии и песни на традиционных инструментах. Юноши и девушки также соревновались в стрельбе из лука, игре в альчики и других видах национальных состязаний. Также все угощались сладостями и чаем из знаменитого золоченого самовара, ставшего уже одним из символов КЧГУ. Участники благодарили организаторов за насыщенное, зрелищное и информативное мероприятие, которое стало для них источником пользы в изучении истории своего народа и примера мужества и доблести. Дарья Тендит, Медина Джон Кёзова, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевский район. В ауле «Рсакон» прошло торжественное мероприятие в честь открытия мемориальной доски заслуженному врачу Российской Федерации Лидии Хаджимусовой. Собрались члены правительства общественных организаций республики, а также родные и близкие доктора. На мероприятии побывала наша съемочная группа. Подробности у Альбины Курочиновой-Кенжевой. О профессиональных и душевных качествах Лидии Хаджимусовой можно говорить бесконечно. На памятном митинге собрались все, кто когда-то был тесно связан с доктором от Бога. В «Рсаконе» Лидия Михайловна проработала свыше 50 лет в участковой больнице. Сначала была врачом-гинекологом, затем 34 года возглавляла это медицинское учреждение. Последние годы своей жизни трудилась врачом-терапевтом. За эти пять десятков лет она внесла теплоту, уют, сплотила коллектив. А еще Лидия Михайловна постоянно обучалась, принимала участие в различных конференциях и семинарах. Более полувека она отдала служению, именно не работе, а служению здравоохранению. Да я думаю, не сотни, тысячи жизней, которые она спасла, которым подарила здоровье, прошли через ее руки. Доктор от Бога, поэтому вот все, что она делала, она делала от души, и поэтому у нее все хорошо получалось. Вот это, что касается ее профессиональных качеств. Но мне повезло в жизни, потому что в 98-м году мы с ними породнились. Вот один из сыновей, Лидия Михайловна Руслан, стал нашим зятем. Моя любимая дочь Мадина вышла за него замуж. И с тех пор еще ближе познакомились, еще роднее стали. Лидия Михайловна вместе со своим супругом Умаром Хаджимусовым воспитали четверых детей. Сыновья Аслан, Руслан и Марат работают в силовых структурах. Дочь Тамара пошла по стопам матери, стала врачом и признается, что не видела для себя другого пути. Тамара Умаровна трудится заведующей отделением офтальмологии Карачаева-Черкесской республиканской клинической больницы. Видя, как мама работает, как пациенты к ней относятся, с каким настроем они покидают больницу, уже выздоровеющие с приподнятым настроением от лечения мамы. Право открыть мемориальную доску Лидии Хаджимусовой было предоставлено заместителю председателя правительства Джанибеку Суюнову и дочери Тамаре Хаджимусовой. Затем присутствующие возложили цветы к мемориальной доске памяти Лидии Михайловны Хаджимусовой. Альбина Курочинова-Кенжева, Белла Мамхиагова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. В Хабецком районе открыли мемориальную доску Назиру Хизировичу Хапсирокову. Торжественное мероприятие состоялось на территории детского сада Нарт поселка Бавука. В честь рождения Назира Хапсирокова его именем назвали дошкольное учреждение. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Самое большое утешение в жизни человека – это добрые дела. Большие и малые. Таким была жизненная креда Назира Хапсирокова, авторитет и знаток Кавказа. Он посвятил целую жизнь развитию социальной сферы и поддержке молодежи. Со словами приветствия и поздравления со знаменательным событием к жителям поселка Бавука обратился глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев. У нас был по-настоящему легендой человеком, который мог одарить теплом сотни людей. И сегодня вот это мероприятие важно, потому что он смог создать условия для сотен детей, одарить их теплом, создать для них условия достойного пребывания. Спасибо вам огромное за то, что вы чтите тех людей, кто-то действительно этого достоин. Детский сад «Нарт» был открыт в 1971 году. Благодаря Назиру Хизировичу в 2007 здание приобрело красивый и уютный вид. Он помогал школам, больницам, детсадам и спортивным школам, считая, что это лучшая инвестиция в будущее страны. Его имя присвоено 9-й гимназии Черкеска, Дворцу культуры в Хабезе и детскому саду в Бавука. Право открыть памятную мемориальную доску предоставили главе администрации Хабезского района Тимуру Жужуеву, Умару Хабсирокову и юной воспитаннице Тэмии Бимурзовой. Мы коллектив детского сада «Нарт» поселка Бавука обещаем, что с большой гордостью мы будем носить имя легендарного человека Хабсирокова Назира Хизировича. В родном Хабезском районе Карачаева-Черкесии и в соседних республиках Назира Хизировича высоко ценили за жизненную позицию, профессионализм, да и просто за добрые дела для блага общества. Его сын Умар Хабсироков рассказал, что для него отец – эталон мужества и справедливости. Назира Хизирович был хорошим отцом, товарищем, другом и примером для подражания. – Мы всячески стараемся соответствовать ему, быть достойными, порядочными людьми, не забывать свои корни, помогать своему народу. Он действительно всю свою жизнь старался всячески помогать людям, его дела, так скажем, живут, процветают. – Много слов было сказано в этот день о Назире Хизировиче Хабсирокове. Он жил во имя жизни, во имя высоких целей и смог оставить на этой земле особую память, которая будет жить в сердцах будущих поколений. Торжественная церемония завершилась возложением цветов. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабезский район. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!